Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Сегодня утро, среды, дожди закончились. 16 октября я, как всегда, вначале вас угощу теми продуктами, которые мне приносят пользу моему микробиому. Свои редька красная и дайкон. И меня постоянно угощают вот уже десятый арбузик наш российской селекции, литовский, да, березка русская. Но говорить мы будем, как всегда, продолжаем тему. Сейчас осень, особо на улице дел долго не поработаешь, поэтому я буду вам портить настроение, вывихивать, как всегда, мозги, говоря правду, которая является правдой и истиной для меня. А для вас это разоблачение мифов, которые меня в мозгах были 50 лет моей практики, а теперь их нет. Я хочу, что может у кого-то, кто мне доверяет, кто проверил и всё получилось, кто перешёл на регенеративное земледелие, нужно постепенно избавляться о мифах садоводства. Они вред нам приносят и нашему здоровью, и здоровью нашей почвы. Вот вчера, это по эмоциям, зашёл на блог викинга, это любитель корейского земледелия органического, он ещё не слышал о нашем регенеративном, о стимуляции фотосинтеза, и он плачет. Замучили меня гербициды. Покупаю и такой навоз, и лошадиный, и хороший. Один работает, а один содержит гербициды, и всё у меня болеет и умирает. Не буду теперь покупать свой навоз. Но он не говорит по Ростопову, он говорит, возьму новую землю и адаптирую на этой земле свои растения без гербицидов, свои животные, которые мне будут давать навоз без гербицидов. Лучшее средство, тысячи способов есть, как внести полезную органику и накопить гуму с почвы. Но лучше своего проверенного, любого навоза, хоть просто с осени, хоть превращённого в компост, нет, не было и не будет. Ну, я посмотрел правду о гербицидах, серьёзных канадских учёных. Они говорят, на сегодняшний день чистый глифосат, без всяких там подмешиваний, не раундап, которого сыпят там очень много вредных добавок, а чистый глифосат, всё-таки единственный препарат, который в почве разрушается. Если там есть биота, если растут растения, он разрушается быстро. У него формула самая простая. Вред приносит агротехника с помощью глифосата, когда его много, когда туда добавки, когда туда всякие, много чего, генами, минифицированные продукты, там молекула более стойкая, там хилаты такие, что они разрушаются. А самый простой глифосат, ну, я не говорю, что вам нужно использовать. Это говорит наука. Как был он безвредный, так и будет безвредный. Если вы устали бороться с переем, не бойтесь с осени глифосатиком попрыскать куртинки, что я делаю, и забыть, и не бояться вот этого мифа. Вам говорят правду. Очень много вреда от раундапа, от генно-модифицированных продуктов, не сами по себе, а то, как их и выращивают. А что же вредно? У вас лужайка. И вы покупаете клопирамид, чтобы на лужайке красивой избавиться, оставить всякую смесь злаковых страв, и избавиться от одуванчика. И будет он на вашей почве, в вашем одуванчике, который вы скормите своим кроликом. Им не вредно, человеку не вредно. Но он два-три года не разрушается. И одна миллиардная часть в почве, несколько молекул, если вы помет кроличей, которые ели одуванчики, или сено, где применяется. Два-три всего гербицида таких, что сохраняем, но их применяют, они дешевые. Два-четыре-де, клопирамид и еще подобные. Они не разрушаются, даже пройдя через кишечник червей, даже пройдя через кишечник человека. Вам им рекомендуют ну вот клубничку посыпать от одуванчика. Не вредно, да, для вас не вредно. А для ваших сорняки там расти два-три года одуванчики не будут и что-нибудь подобное. Ну, в основном, это от широколистних. Вот. Поэтому, но я говорю не об этом. Покупной навоз, покупные комбикорма, я обжегся на комбикормах. Сейчас я покупаю овес, местный, дешевенький, грязненький, и кормлю курок, куроликов, и все, все остальное. Но сбалансированная корма с добавками, с антибиотиками я перестал покупать. Это хочется. Ну, там на 30% дороже, мясо больше, курочки яйца несут. Ну, послушайте, кроликам я рву столько сорняков, столько своей капусты. Сейчас свеклы и все вот гергинами сейчас кормлю. Они у меня, наверное, полтона биомассы дают без всяких гербицидов. Это вот идея, помните, что не в слове гербицид и так далее суть, а название сейчас гербицидов, ну, я их все знаю, они у меня выписаны. Я раньше этим занимался, даже в моих книгах это все описано. Вот. Нажмешь кнопочку сингента или что выпускает август фирма, ну, по 20-30 названий по каждому, по каждой культуре. Вот. Вам это заморачиваться не надо, но помните, иногда сено, солома и навоз, и даже биогумус может содержать стойкие гербициды, которые в микро, микрохонегормональных концентрациях вызовут на ваших томатиках скрючивание, изменения, и потом в эту почву нужно будет избавляться. Это первая мысль. Гербицидов не бойтесь, бойтесь особых, особых химий. Ну, а сегодня я здесь выписал лекцию, не знаю, выложу, может, отрывки для вас, лучших канадских ученых, которые очень подробно изучали схему М-препаратов, Бакаши и так далее. Ну, вот, как бы мне всю эту сложную науку изложить вам за 10 минут простыми словами. я вас учу создавать биоразнообразие в почве и биоразнообразие на листах, опрыскивать всякими препаратами самодельными местные билоты разными способами размножать, зайдете на YouTube колонал или мои четыре, это 402-е, кстати, видео, я себя поздравляю, вы где-то 5-миллионные слушатели, мне это приятно за два года, вон сколько, 402 видео создал, все там есть, все нюансы. Ну, а Бакаши, и я им не занимался, особо мне это было неинтересно, М-препаратами занимался, писал в книгах, все это я понимаю, но сейчас я смотрю на это глобально. Профессор Хига где-то 30-40 лет назад боролся с минералкой и он искал консорцию в листу, но листовой, как его называют японцы, корейцы плесени, то есть с тонким слоем гумуса под листьями, где биоразнообразие огромное. Делал разные консорциумы, но он увидел главное, там есть группа бацилл типа лактобактерий, такие же, как он есть в любом силосе, но он собрал их штук пять, они наиболее эффективны. Ну, консорцию звучит, туда он добавил два-три вида почвенных грибов, два-три вида фотосенсибилизаторов, и сказал эту идею, раздули, и вот это вот какое-то чудо чудесное, и стали выпускать по всему миру, и до сих пор М препаратов под названием, что это М-ки эффективные микроорганизмы. На самом деле 90 ученые доказали, и я в этом уверен, любые почвенные группа одних лактобактерий, добавленные, размноженные, он же тоже вам говорит, на меде, на меласе, там размножайте три дня при внесении в почву дают первичную затравку, они эффективные, они продолжают некоторое время размножаться, потом погибают, и в почве просыпаются и живые корни, и семена, и почвенные бактерии, и вы видите рост, импульс роста, ну, длится он два-три дня, если в почве есть хорошие биоты, много корней, это иногда усиливает фотосинтезы и идет процесс дольше, если на бедной почве, ну, длится два-три дня, вот, но помните, эти бактерии не приживаются, они не вступают в симбиоз с растениями, они являются импульсом, эффектом, чтобы, если там что-то есть, если вы внесли органику, весной она спит, дать импульс. Вот и все. Кореец, Джидам, это уже сын, до этого отец, повторил это все, он говорит, что мне покупать, он вас учил, а сын продолжил делать супчики, то есть брать ту же листовую плесень, с теми же местными видами бацил, но добавляет не миласа, попроще отвар картофеля, чуть-чуть соли, чтобы там были экривементы, и масса-масса управлял мозги корейские, что вот это особо, это вот все строго по луне там смотреть, ну, я не люблю это, ну, любите, делайте, но суть та же самая, разницы нет, в корейском супе и в М-препаратах одни и те же, иногда местные, иногда покупные, а иногда вам продают просто с молочного завода прокисшую сыворотку, фильтруют, чуть-чуть уксуса добавят, чтобы она консервировалась, и продают эти М-ки до сих пор, разницы нет, третья я вас учу, собрали травки, можете в мешочек и сделать силос, на этих травках с корешками все, если у вас почва богатая, все эти бациллы есть, разница между М-ками от японского ученого Хига, от корейского ученого сына Джедама создал целую систему моего силоса импровизированного или там об этом силосе и Бублик говорит, и Иван Русских говорит, и все блогеры говорят, это одно и то же, и современные ученые вам говорят, не надо ничего туда добавлять, на корешках если есть, или там хорошей плесени местной с разных мест вы туда бросите, достаточно, главное, чтобы не было кислорода и главное, чтобы там избытка азота не было, не воняло, крапиву постарайтесь поменьше добавлять азотистые, а вот листики капустные, свекольные и прочее, где сахар, если сахара много, там и лебеда, и все ваши нежные травки, ну а мало, бросьте туда миласы, ну бросьте плесени с разных мест, я не возражаю, но обычно это весной, когда нет ничего, нужно обязательно бросать, а летом ничего не надо, все силосуется, колхозы траву скашивают, зеленую, зеленку, злаки и кукурузу, там и все, все можно силосовать, и разницы нет, ну я правда влечу разницы, микроэлементы добавлять в нужной пропорции железа, марганец обязательно, желательно, это уже другое, бакаши, да то же самое, вам продают особое, что, я уже это уже говорил и второй раз тверждил, смеса, ну одних и тех же лактобактерий, они размножают, они там меняются, что-то там с воздуха заносят, ну приспосабливаются, выращивают самодельные, как бы, ну как вот хлебную закваску, сто лет она стоит, остаток муки с закваской, с дрожжами и лактобактериями, снова, снова, снова делают, и делают бездрожжевое тесто, так и силос, можно повторять, кусочек квашеной капусты бросил, и снова заквашивать, или свежее делать, разницы нет, все одно и то же, силосование, или слово ферментация, процессы одни и те же, местные, привычные, группа, там их штук 10 лактобактерий, ну немножко еще каких-то там других грибов, но в бакаши, которые продают, туда добавляют энзимы, меласу, консерванты, энзимы искусственные с грибов получают, там с каких-нибудь, вот, но эффект тот же самый, но вам же с умным видом берите продукты в ведрах, ставьте, шаманьте, шаманьте, как будто вы биодинамическим земледелием занимаетесь, еще и в рог его положите там, и все, конечный результат тоже, ваши продукты просто консервируются, гумус там не получается, они консервируются и немножко энзимами в каждой лактобактерии есть быстрые сахара и более-менее там сложный лигнин, который в компосте потом еще год будет перерабатываться, а короткоцепочечные углеводы немножко разрушаются, капуста хорошая квашеная хрустеть должна, а старая крошева она жиденькая иногда делается, а если соли побольше, она не ферментируется, а консервируется и год стоит в банках. Но это все силос, это все ферментированные, сквашенные продукты для целей сохранения, чтобы не воняло, хотя там если положится кусок мяса или рыба она завоняет, корейцы его сахаром консервируют, поэтому тоже молодцы. Вот мысль понятна, все одно и то же, нет здесь никаких шаманских секретов, каких-то научных знаний, делайте по-своему, импровозируйте, как вам удобно, пробуйте. Силос делает нужно, но это не компост. А органику, когда вы делаете по любому методу, быстрому, медленному, ну силос, если вы побольше добавите в компостную кучу, он рещайшим образом, там очень много доступных углеводов, он взорвется, загорится, почва нагреется, но там будут работать уже едоки, пищевые цепочки, которые съедят все лертобактерии, съедят все вредные микробы, что бы вы туда не положили, в силосе только когда сильный уксус она дезинфицирует, а так ваши бакаши разных видов, их тысяча, но суть не меняется, одно и то же, и для человека простокваша полезна, я, например, ничего не добавляю, козочки, чистыми руками жена вымя намыла, подоила, поставили, ну и то простокваша, весной она похуже, летом на травке, такая ароматная, там столько лактобакцил, кстати, корова положила лепешку своего помета, что это? Это тоже бакаши, она пожевала траву, у нее в желудке огромное число лактобакцил и других бацил, анаэробные условия, и она выделяет ферменты и перетирает, и через сутки, двое, ну, через несколько часов в рубце, а потом еще в кишечнике продолжается просто обычная ферментация, такая же, как в вашем помойном ведре, когда вы добавляете дорогущие покупные бакаши, но нет разницы, просто у лося, у коровы, у кролика вот эта ферментация первичная, у них у всех вначале идет ферментация, а потом выделяется кал разной степени переработки, вот и все, но любой навоз вы потом будете что делать? продолжать компостировать, и это полезно, главное, чтобы вы в свой силос не добавляли вредные, трудно разрушаемые гербициды, и вот этими мифами, которые по Луне, пирамидки, чего только вам не говорят, вам это приятно? Верьте, я не возражаю, но послушав Раскопова, не забывайте о главной сути, не думайте, что вот у Иванова, Петрова, Сидорова лучше рецепты, чем там у какого-то Ивана или девочки Марины, все это интерпретация узкого с последнему, вам врут и дают мифы, только те, кто любит вас закодировать и что-то ненужное послать, купить в нужный магазин, в медицине то же самое, вот, будем умными, будем практиками. до сих пор. ака, Продолжение следует...